Всем привет! Сегодня мы рассмотрим ТОП 5 самых жестоких тюрем в России. Поехали! Колония Белый Лебедь, как ее прозвали в народе, находится практически в центре Соликамска. Вокруг ездят машины, живут люди, гуляют дети, а за высоким забором с колючей проволокой и решетками на окнах сидят те, кто уже никогда не увидит свободы. Убийцы, маньяки, педофилы. На счету каждого серии страшных преступлений. 278 человек сидят здесь пожизненно. Почему Белый Лебедь? Легенды ходят разные. Колонией для пожизненно заключенных Белый Лебедь стал в 1999 году. А изначально тюрьма была создана для криминальных авторитетов воров в законе. И чтобы развенчать миф неприкосновенности, зэков отправляли в Соликамск, где заставляли работать, мыть полы и так далее. Поэтому, когда заключенного отправляли сюда, о нем говорили, это его последняя лебединая песня. Есть версия, что тюрьму назвали так из-за способа перемещения заключенных по территории, сильно наклонившись вперед и закинутыми за спину руками, то есть напоминает лебедя. Хотя, как говорят сотрудники колонии, поза лебедя гораздо безопаснее, так труднее вырваться или порвать наручники. А такие случаи были. К примеру, одному заключенному на запястье цепляют сразу по 2-3 пары наручников. Одну с легкостью он может порвать. Официальное название Белого Лебедя куда менее романтическое. Полное название вы можете прочитать сами. Вологодский пятак Вологодский пятак является одной из пяти колоний особого режима для пожизненно осужденных. Наполняемость составляет 505 мест. Здесь отбывают наказания осужденные за особо тяжкие преступления. На общем счету заключенных этой колонии несколько сотен загубленных душ. Размещена колония в бывшем монастыре на острове Огненной, Вологодской области. Пятак выбрали не случайно. В 1997 году монастырь стал тюрьмой исключительно для заключенных, отбывающих пожизненную меру наказания, а также осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным заключением. Режим, уровень изоляции и безопасности колонии можно назвать одним из самых жестких в системе мест лишения свободы в мире. Интересно, что даже беседы с психологами колонии проходят в присутствии трех надзирателей. И даже письменные тесты преступники заполняют, не снимая браслетов. За малейшее нарушение режима осужденный наказывается карцером и снижением пайка. Официально они отбывают срок в 25 лет, но в современном политическом климате России мало кто из заключенных рассчитывает выйти на свободу живым. Зная уголовные биографии каждого из своих подопечных, с горами трупов, чудовищными зверствами и даже людоедством, офицеры нередко и в лицо называют этих людей шакалами. Есть ли у смертников шанс вернуться в свободное общество? Теоретически, подбытие 20-25 лет пожизненный срок можно заменить проживанием в специальных учреждениях социального презрения или в психиатрических клиниках. Что касается возвращения к нормальной жизни, врачи и психологи уверены, по своему физическому и психическому состоянию спецконтингент после 20 лет срока навсегда потерян для общества. Отсюда невозможно сбежать. Такой себе российский алькатрас. Итак, черный дельфин. Колония особого режима. Находится в городе Соль-Илицке, Оренбургская область. Черным дельфином назвал культуру, перед входом которую когда-то поставили здесь для красоты. Содержится около тысячи человек. Это террористы, серийные убийцы, маньяки, людоеды, педофилы. На счету каждого из них по несколько жертв. У некоторых десятки. Сидят в основном по двое. Есть одиночки. Например, один из людоедов живет без сокамерника. Все перемещения вне камеры исключительно раком, связанными глазами, чтобы человек не мог запомнить расположение коридора. В черном дельфине очень интересно построены камеры. Внутри стен клетка. Расстояние от стены до решетки приблизительно метр. Таким образом, зэк не может вплотную подойти к окну или к двери. Сделано это, разумеется, в целях безопасности. Кстати, окно устроено таким образом, что в него видно только кусок неба. Это тоже не лишено логики. Здесь отбывают наказания люди, которым терять нечего. Все они склонны к побегу. И считается недопустимым, чтобы они видели двор и изучали внутреннее расположение тюрьмы. Правда, стоит отметить, что в том же Вологодском пятаке таких мер нет. Физические контакты сотрудника заключенного сведены к минимуму. Даже лекарства и письма передают на лопатки с длинным черенком. При всем этом у зэков есть права, и их сложно нарушить. По любому поводу они могут засыпать жалобами, строчить в прокуратуру, правозащитникам и так далее. Например, каждый день им положен стакан сока. Ну вот когда расчленял, я решил попробовать. Сначала кусок отрезал от ляжки, потом отварил сначала. А потом попробовал, что-то не понравилось. А потом решил поджарить. Пожарил вроде более-менее уже весь может. Еще их там лечат, не хуже, чем на воле. Процент больных тем же туберкулезом стремится к нулю. Он отнес домой, там, ну, жена пельмени немножко наготовила, детей накормила, сама поела. Я тоже на суду только узнал, что они пельмени готовят. Это и понятно. Хорошая пища, отсутствие вредных привычек, даже курить нельзя. Многие, попав сюда сильно больными, теперь совершенно здоровы физически. Но только не психически. Для города Владимира учреждение, известное как Владимирский Централ, не самый приятный символ. Тюрьму очередила Екатерина Великая в 1783 году и назвала ее рабочим домом. Вполне невинное название в современной точке зрения. В 1906 году появилось название Владимирский Централ, то есть эту тюрьму сделали центральной. И именно сюда свозили многих политических заключенных, арестованных за попытки свержения действующей власти. С 1918 года Владимирская тюрьма стала политизолятором для лиц, участвовавших в антисоветских выступлениях. С середины 30-х годов, с ужесточением кратильной политики государства, Централ превратился в особую тюрьму НКВД, а в 40-х годах перешел в ведомство КГБ СССР. В наши времена во внутреннем облике Централа немногое изменилось. По-прежнему на окнах прочные решетки, лишь дубовые двери заменены на металлические. Прогулки заключенных проходят во внутреннем дворике. Полагают, что именно отсюда и пошло печальное выражение «небо в клеточку». В 20-м веке здесь сидели маршал Михаил Фрунзе, сын Иосифа Сталина Василий, актрис Нина Русланова, американский шпион Гарри Пауэрс, диссидент Владимир Буковский и многие-многие другие. На сегодняшний день Владимирский Централ – это тюрьма для опасных преступников. Тут содержатся убийцы, насильники, лица, совершившие повторные преступления в тюрьмах и колониях. Среди них пожизненно осужденные, находящиеся подвое в камере. Это маньяки, серийные убийцы, педофилы. Кстати, режим сейчас куда более гуманный, приближенный к международным стандартам. В камерах телевизоры, даже холодильники. Почти любая литература, можно выписывать газеты и журналы. Разрешены передачи, свидания. И все же – мрачное место. Тяжелая аура. Но точно можно сказать – спокойно пройти мимо ни у кого из туристов не получится. А вот внутрь пока не пускают. Такого рода экстремальный туризм не предусмотрен. В данный момент в России 165 следственных изоляторов и 30 тюрем. Самая старая действующая – это тюрьма Бутырка. Она известна еще со времен Петра I. В 1667 году Петр I образовал регулярный полк солдат, который находился в данной местности и был назван Бутырский. В 1790-х годах архитектор казаков строит Бутырский тюремный замок. В центре замка строит храм Покрова Божьей Матери, который сейчас является самой старой тюремной церковью в Москве. Бутырка быстро стала центральной тюрьмой для всех бунтарей и преступников в России. Одну из башен назвали в честь ее арестанта Пугачевой. В ней он ожидал казни. Также среди знаменитых узников Бутырки были Солженицын, Вавилов, Махно, Туполев, Корлев, Дзержинский. Более двух сотен узников Бутырской тюрьмы причислены к лику святых. Иконы с изображением некоторых из них можно увидеть сегодня в храме тюрьмы. В данный момент в Бутырской тюрьме содержится около 3000 человек, хотя совсем недавно было значительно больше. Сейчас более-менее отрегулирована численность населения в камерах. В далекие 90-е в камерах площадью 75 квадратных метров помещались до 120 человек. В стенах Бутырки много примечательных мест, например, в шестой коридор. Это коридор смертников. Сейчас в нем сидят пожизненно осужденные, а также арестанты с особого режима, прибывшие на рассмотрение надзорных жалоб. Никому не советую попадать в эти места. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч!